Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня у нас очередной топ. Вы очень просили топ от 300 до 350 долларов. И вот, пожалуйста, получайте. В одну часть, как вы понимаете, все не уместить. Поэтому это топ от 300 до 350 долларов. Часть номер 1. А на пятом месте, друзья, Meizu 16TH. Да, он очень хорошо рухнул в цене, и поэтому для нас он сейчас очень симпатичен. Давайте обратим внимание на характеристики. Здесь экран 6 дюймов, Super AMOLED, Full HD+, разрешение, 402 ppi. Да, действительно, хороший экран, отличный. Процессор топовый того года, 845 Snapdragon, видеоускоритель 630 Adreno. И версии можно взять на 628 и даже на 828, если повезет. Память типа LPDDR4X в Antutu выбивает приблизительно 290 тысяч баллов. То есть все, друзья, по максималке в этом телефоне. А габариты вы тоже просили сделать, и пожалуйста, габариты здесь 73 и 2 на 150 и 5. То есть это действительно компактный небольшой телефон. Батарея на 3010 мАч. Основная камера на 12 мегапикселей. Sony IMX 380 f1.8. И фронталочка на 20 мегапикселей f2.0. IMX 376. Здесь, значит, присутствует мини-джек. Это отлично. USB-C в качестве порта зарядки. И NFC, друзья. Здесь нет, к сожалению, но это компания Meizu. Вы уже, наверное, об этом знаете. Материалы корпуса здесь стекло плюс металл. И, наверное, вы не забудете упомянуть о том, что поддержка сейчас у Meizu вообще никакая. Да, на самом деле так. Я в одном видео уже, друзья, упоминал о том, что официальный твиттер Meizu заявляет о том, что компания не рассыпается, не уходит из России. То есть было сокращение только IT персонала, определенного менеджмента и так далее. А что является правдой, друзья, покажет только время. Поэтому на этот момент тоже стоит обратить внимание. Flyme OS у вас будет только 7. Вот 7. А 8, когда будет, будет ли вообще, это большой-большой вопрос. Друзья, ну почему я включил его в этот топ? Ценник очень сильно упал на данный момент. И, друзья, звук. Здесь самый, наверное, лучший звук в этом топе. У Meizu всегда проблем не было со звуком, поэтому заслуженное пятое место. Четвертое место Honor Play. Пробежимся по характеристикам. Экран здесь 6,3 дюйма, IPS, матрица, Full HD+, разрешение 409 ppi. Хороший, добротный, великолепный экран. Процессор здесь центральный камень Kirin 970. В качестве видеоускорителя Mali-G72MP12. И версию можно взять на 628. То есть, по сути, максимальную версию можно взять за эти деньги. В Antutu убивает примерно 209 тысяч баллов. И размеры. 74 ширина, 157 или почти что 158 высота этого телефона. То есть, он гораздо выше, чем Meizu. Батареи на 3750 мАч. Наконец-то научились Honor делать нормальные батареи. И стали пихать ее, в принципе, везде. Основная камера на 16 мегапикселей F2.2. И фронталочка на 16 мегапикселей F2.0. Какие модули здесь установлены, непонятно. Потому что компания Honor, как и компания OUA, является закрытыми компаниями. Что они там туда ставят? Ну, скорее всего, OmniVision. В качестве портов здесь USB-C. NFC, друзья, присутствует. Миниджек есть. В принципе, в этом телефоне есть все, что необходимо. Один момент, который меня смущает в этом телефоне, это именно скучный телефон. Вроде бы, в нем все есть. Нормальный процессор, который, конечно, не является геймерским. Если вы хотите геймерский телефон, то лучше взять Poco F1. И, скорее всего, там проблем меньше у вас будет, гораздо в играх, чем с 970 Kirin. Хотя, на самом деле, это не стыдный процессор. Компания Honor выделилась тем, что она сделала самый дешевый телефон, то есть Honor Play, на топовом процессоре того поколения, да, 970 Kirin. То есть, можно его взять как бы за небольшие деньги. Здесь есть, в принципе, все необходимое. Если вы не прям такой ультра-ультра игрок, то телефон будет великолепно справляться со всеми задачами. И мне нравится расцветка вот именно игровая. То есть, она есть обычная такая, простая, а есть именно геймерская расцветка. Третье место, друзья, iPhone 7. Да, за эти деньги это один из самых лучших телефонов. И я постараюсь вам объяснить именно почему. Характеристики. Здесь 4,7 дюйма экран. HD+, разрешение. 326 ppi. И это IPS-матрица. Здесь центральный камень Apple A10. Видеоускоритель PowerVR 7XT+. И версию вы можете взять за эти деньги. Но если мы говорим с нуля. То есть, новый телефон на 2,32. Да, действительно, очень-очень мало. Ну, а поддержанную версию вы можете взять даже на 128 гигабайт. И, в принципе, это будет топчик. В Antutu около 178 тысячи убивает этот телефон. И по габаритам. Ширина 67, а высота 138. То есть, это действительно очень компактный, такой небольшой телефон. Батарея на 1960 мАч. Не такая большая. На самом деле, хорошо система адаптирована. Небольшой экранчик. Этого аккумулятора хватает на день. Основная камера на 12 Мп. Ф1.8 и фронталочка на 7 Мп. Операционная система iOS 11. Здесь в качестве порта используется Lightning. NFC есть. И Mainjack'а здесь нет. Вот как бы минус этого телефона. Но, друзья, поговорим о плюсах. Почему я включил его в этот топ? Это самый компактный телефон будет, друзья, в этом топе. И второй момент, друзья, это видеокамера. Именно не фотокамера, а именно видеокамера, да? Фотокамера может сливать другим конкурентам. Но в качестве видеовозможности лучшего телефона, друзья, за эти деньги, наверное, не найти. Потому что здесь лучшая стабилизация. А она, друзья, оптическая, четкая стабилизация. Очень хорошее качество записи звука. Короче, все остальное. То есть, если вы видеоблогер. Если вы хотите снимать видео на телефон, то лучше, наверное, телефона просто не найти. В плане видео, друзья, в принципе, даже не нужен стабилизатор. Конечно, если он будет, будет еще лучше. Но, в принципе, и так уже телефон в этом отношении справляется неплохо. Как я уже сказал, качество записи звука тоже великолепное. Здесь, друзья, только одни плюсы. Поэтому заслуженное третье место. Друзья, пока мы продолжаем. Обязательно ставь лайк этому видео. Подписывайся на этот канал. Комментируй. Пиши любой комментарий, что ты думаешь по этому поводу. Не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делай репост этого видео. А мы продолжаем. На втором месте, друзья, стоит Xiaomi Mi 8. Если честно, следующие два телефона, можно сказать, делят первое место. Я так и не определился, кто из них будет на первом месте. Характеристики. Здесь экран 6,21 дюйма. Full G плюс разрешение. Это AMOLED матрица. 402 ppi. Здесь топовый процессор. 845 Snapdragon. Видеоускоритель Adreno 630. Версии можно взять на 6,64. Если повезет, то на 6,128. Память типа LPDDR4X. В Antutu выбивают приблизительно 280 тысяч баллов. Габариты этого телефона. Ширина почти 175. И высота почти 155. Ну, то есть таких нормальных размеров телефон для 2019 года. Батарея на 3400 мАч. Основная камера на 12 мегапикселей. F1.8 Sony IMX363. И фронталочка на 20 мегапикселей. F2.0. Здесь в качестве порта используется USB-C. Миниджека здесь, друзья, нет. И NFC есть. В чем прелесть этого телефона? Сейчас подошел Mi 9 уже, да. И как раз таки цена на Mi 8 упала. Все, по сути, адаптировано только сейчас. Спустя где-то год приблизительно, да. Нам выкатывают готовый, хороший, правильный телефон. Да, аппарат многим знакомый. Хорошо адаптированная система. Допиленные камеры. В принципе, все есть в этом телефоне. Стеклянный задник. В общем, топовый телефон. Смотрится действительно очень красиво, топово. И это готовый продукт для 2019 года. Mi 9, к сожалению, сейчас недопиленный. Вы видели, наверное, в других обзорах, что на него очень многие люди жалуются. В принципе, это нормальная такая практика для компании Xiaomi. То есть у них всегда вот в этом отношении были проблемы. Поэтому Mi 8, наверное, на данный момент самый такой оптимизированный, отличный вариант. Если вам нужны ссылочки на все эти телефоны, то переходите на мой телеграм-канал, который будет в описании под этим видео. Там вы найдете все эти телефоны и актуальные ссылочки на них. Ну и первое место, друзья. OnePlus 5T. За этот ценник, мне кажется, это один из самых лучших телефонов. 6,1 дюйма экран, Full HD+, разрешение 402 ppi. Здесь AMOLED-матрица от компании Samsung и центральная камера здесь 835 Snapdragon, видеоускоритель Adreno 540. А вы можете взять версию на 8128, то есть абсолютно топовую версию, память типа LPDDR4X. В Antutu он будет выбивать приблизительно 212 тысяч баллов. Габариты этого телефона ширина 75, высота 156. Батареи на 3300 мАч и основная камера на 16 мегапикселей f1.7. Sony IMX 398 и фронталочка на 16 мегапикселей f2.0. В качестве порта здесь используется USB-C. NFC, друзья, есть в этом телефоне. И мини-джек. Мини-джек тоже есть в этом телефоне. Вот такая вот великолепная новость. Операционная система Oxygen OS, которую очень много любят. Это не закрытая система, это максимально, наверное, открытая система, которая имеет в себе кучу настроек различных, разнообразных. И вы можете настроить телефон под себя. То есть, если вы любите настроить все так, как именно нужно вам, то Oxygen OS это максимальная правильная система для вас. Если, друзья, подвести некоторые итоги. OnePlus 5T, мне кажется, действительно самый оптимизированный телефон в этом топе. Почему? Все-таки в Mi 8 есть один минус. Там нету мини-джек. То есть, если вам нужен принципиальный мини-джек, то у OnePlus 5T, наверное, самый лучший телефон в этом топе. Если мини-джек вас не очень интересует, то Mi 8, наверное, будет лучше. Потому что здесь и более топовый процессор. В принципе, все остальные настройки тоже не уступают. Ну и другой принципиальный момент. У OnePlus 5T нет челки. Вышел новый телефон, есть челка. О, друзья, минус. Я его пропускаю, да? Вас раздражает именно челка. То у OnePlus 5T это лучший телефон. Потому что там нету челочки. Все по-стариночке. Большой хороший экран с минимальными рамками. Вот такой топ, друзья, был. Следующая часть выйдет совсем скоро. Друзья, с вами был я, Эдскрайбер. Всем хорошее настроение. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok